И обычно мы на этом канале выкладываем видео с русскими рэперами, а сегодня мы оказались в гостях у Егора Крида. А начиналось так красиво... Хорошо, что ты меня представил американским рэпером, спасибо. Егор Крид держится на плаву уже почти 10 лет. Его музыка регулярно оказывается в чартах, и даже после того, как он ушел из Blackstar, он продолжает делать хиты. Я хотел бы с вами поговорить, как парень из русского Джастина Бибера превратился в хаслера, фристайлера и, как он говорит, пусси боя. Давайте в этом видео мы обсудим этого персонажа, потому что есть о чем поговорить. Но перед началом хочу посоветовать вам интересных рэп-исполнителей. Тей и Териэль — это дуэт кровных братьев с кавказскими корнями. Эти ньюкамеры выпустили их дебютный альбом Bon Voyage. То, что на первый взгляд казалось кальян рэпом, вышло чем-то более глубоким. Некая гармония сложных музыкальных компонентов и кочевых драм-линий в сочетании с разными голосовыми тембрами доносит легкий и в то же время своеобразный стиль. Тей и Териэль создают свои визуалы сами, что еще больше подчеркивает их художественный подход. Также ведется работа над сэмплером с другими ньюкамерами этого года. Ссылку на них вы найдете в описании под видео. В общем, кто такой Егор Крид? Давайте начнем с самого начала. Егор Крид — это один из ведущих артистов страны, который начал свой музыкальный путь с этого трека. И тут Тимурка заметил пацана и взял себе в лейбл, и Егор выстрелил песней «Самая». В общем, у него в Блэкстаре было все пучком. Что ни трек, то хит на всю матушку Россию. Все треки у него практически были про любовь или сделать из трека какой-нибудь мем. До сих пор в голове у меня просто гениальная песня под названием «Крутой». И вот, в 2019 году он решил покинуть бургерную, после чего первым же делом пошел давать интервью Дудю. Дудик спросил у него по поводу денег на лейбле, и, судя по всему, это главная причина, почему Егорыч решил уйти. Я вот представляю, как у Тимати сгорела булочка после его ухода. Наш герой сказал, что благодарен всем людям из Блэкстара, но он, в принципе, делал всегда то, что не хотел. Ну, а чем ты думал, когда вступал в это? Понятное дело, что тебе придется шквариться по полной. Что было заметно в том интервью, так это то, что Егор Крид принимает все близко к сердцу, так как он рак. Блин, чувак, в 2021 верить в гороскоп? Серьезно? Ты популярный артист, один из ведущих в СНГ, а если какой-то хер из рэп-хаба скажет, что ты пидор, ты обидишься. Я натурал. Ну, это будет как минимум странно. Давайте лучше поговорим о том, что Дудь спросил про самоиронию, которую Егор оценил на 9 из 10. Я сам угорел с этой оценки, как и Дудик. 9? Да. Я когда смотрел Big Russian Boss Show, я просто был в шоке, какой Крид был душный. Проверка на пидора. Надо пройти небольшой тест. Значит, приступим. Поширюди мне под юбкой. Бля, я сейчас тебе... Да, чувак. Нет, бля, отшуна. И своего, бля, забери. Иди отсюда, бля, встал, бля, забери своего подружку, бля. Е... Егор. А? Нет, ничего. Я натурал. То, что он восприимчивый, это, видно, также было на шоу «Вопрос ребром». Егор, тебе же интересно, я могу ответить. Я просто не понимаю, как такие вопросы конкретно отвечать. Объясни. Хорошо, если не да, не нет, это что? Не особо. Правильно? Не особо. Ну, хорошо. Ты не даёшь мне сказать, ты зовёшь меня на программу и не даёшь мне поговорить. Я зову тебя на свою программу. Да. Пожалел уже, что я пришёлся. Ой, да хватит ныть, ты видишь, ты... Я не ною. Я не люблю... Пратка. Я не люблю отвечать на эти вопросы. Пратка, слишком много сожалений, всё нормально. Это дело не в сожалении. Ты как взрослый. Ну ладно, давайте теперь вернёмся к его музыке и к творчеству. Сейчас я не узнаю Егора Крида, я просто не понимаю, что происходит, и мне кажется, это чувство недоумения у вас тоже присутствует. Такое впечатление, как будто человека подменили. Неужели лейблы настолько меняют людей, делая их замкнутыми и ненастоящими? Да, были треки, как сердцеедка, но с чего я впервые удивился, так это от фита с Трилпилом и Моргенштерном. Вместо песни про неразделённую любовь я теперь слушаю про суку, которая хочет получить деньги от Егора. Или вместо фита с Киркоровым фит с Моргенштерном. Чувствуете этот контраст? Ещё и стриму запустил, от чего я вообще офигел. Если бы мне три года назад сказали, что он будет играть в Counter-Strike на Твиче, мой живот лопнул бы от смеха. А далее Егор Крид участвует в баттлах от Hip-Hop.ru. И стоит признать, выступил он весьма неплохо для человека, который был в Blackstar, где музыкой и рэпом от них не пахнет от слова совсем. То есть можно сказать, что парень действительно умеет читать рэп, потому что сейчас столько популярных артистов, которые читают рэп, что на их фоне Егор Крид и Eminem в лучшие годы. Ну и вот, после того, как он снова выпустил пару рэп-треков и несколько попсовых песен по типу «Девочка с картинки», он выпустил альбом, который, по его словам, был написан фристайлом и получил название «Пусси Бой». Я понимаю, что у него там своё значение этого слова, но это действительно смешно. Как лизер сказал «Хватит, мы поняли уже все, что ты не гей». Ведь реально он как будто хочет доказать, что он натурал и нормальный рэпер, который может фитовать с фрешменами, как О'Джи Будда, Майот или же Сода Ла. Но в таких треках Егор Крид не переплюнул ни одного исполнителя. Ему удалось это сделать только на фитах с Тимоти или же с русским Трэвисом Скоттом, хотя не скажешь, что он прям плохо делает. Не, нормально, но как будто ему чего-то не хватает. Вот просто после «Блэк Стара» не так ему веришь, как тому же О'Джи Будди, вот в чём дело. Ведь при этом у него тоже много денег, сучек, но вот как-то всё равно бэкграунд «Блэк Стара» играет свою роль. И всё равно не воспринимаешь его как полноценного рэпера. Зализанный мальчик с чёлочкой. И вот тогда меня чуть это подобломало, потому что я, типа, знаешь, от того, что я люблю и то, что мне нравится, немного не туда ушёл. И всё, и потом так немного затянуло, и потом уже тяжело возвращаться туда. А аудитория тебя уже воспринимает другим. Вот и Егор Крид сам понимает, почему так происходит. Ну а теперь давайте обсудим трек «Пуси Бой». Ты хуесочешь в своих бывших треках «Сраное дно», значит то же самое, ждёт твою теперешнюю даму потом. Да, трек прикольный, припев заедающий, но следя за развитием популярности альбома Егора, к сожалению или к счастью, обсуждают даже не трек, а лишь строчки, посвящённые его бывшей девушке Вале «Карнавал», которая уже ответила ему в ТикТоке на его слова. То есть из-за такого инфоповода о его альбоме никто не говорит вообще, хотя там куча фитов, даже каким-то чудом там оказался Гуф. Гуф, блядь! Ещё и на дрилбите. До сих пор непонятно, вчера вроде вообще не тусил. Она хочет вернуться обратно, но у меня вообще... История трека вообще тоже смешная. Ему Гуф просто скинул куплет, и всё, трек готов. Хотя под такой стиль нужен другой вайп и всё остальное, а так учувствую, что это фит ради фита, о чём Локси и сказал Егору, который ему также предложил сделать совместку. Далее он ещё показал, как он умеет фристайлить. Я работаю на правительство, зови меня Шнуров, пишу тёлком ВКонтакте с левого аккаунта, зови меня Дору, моя бывшая похожа на Дору. Каждый останется при своём мнении насчёт этого альбома, но одно из самых популярных мнений о Егоре, это то, что он хочет показаться изо всех сил, что он свой. Как будто он хочет завоевать респект в рэп-движухе, потому что те, кто слушал именно рэп, вряд ли слушал Егора Крида, когда тот пел про цвет настроения чёрный, и где ты, и где я. Но такие случаи бывали уже у нас. Вот посмотрите на Федука. Он понял, что не сможет конкурировать с ЛДжем за право называться королём кальяного рэпа. И сейчас пытаются находить новые пути для самореализации. Тесная связь с рэперами, с такими как Биг Бэйби Тейп, Платин и Лил Кристал, ему помогают оставаться на плаву. И при этом не забывать делать хиты для любителей подыметь кальян. И при этом к нему относятся нормально, чего не скажешь про Егора. У него есть свои загоны, что он восприимчивый, но это уже совсем другой человек и артист. Теперь он в свободном плавании будет делать ту музыку, которая в первую очередь будет интересна ему. Если раньше я не мог досмотреть его видеоклип от Блэк Стара, то сейчас за ним наблюдать как минимум интересно. И вопрос к вам, зрители. Какой крит лучше, тот, который был во времена Блэк Стар или нынешний? Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Ну а вообще слово пуси-бой значит, скажем так, девочка, которая стала мальчиком. Или мальчик, который стал девочкой, не суть. Ну короче, одновременный мальчик и девочка. Мальчик с женскими органами. Поэтому как-то твое это пуси-бой вообще не вяжется, Егорушка. Продолжение следует...